Краеведческий листок. Так называется мультимедийный издательский проект, который разработали ученики Тольяттинского лицея искусств вместе с педагогами. Он рассказывает как о значимых местах Автограда, так и Самары и Сызрани. Инна Бурая – редактор издания. Сегодня на научно-практическую конференцию она приехала, чтобы поделиться опытом и послушать коллег. Это интеллектуально-творческое развитие ребенка. Это проект, который имеет начало для ребенка. Да, все и так он проходит, и он видит итог. Не в какой-то отдаленной перспективе, а совершенно в конкретной, близкой. Оно у нас выходит каждый месяц. Главная цель – изучить опыт профессиональной работы преподавателей, ученых, мастеров искусств и разработать стратегию продвижения художественного образования. В конференции приняли участие педагоги учебных заведений сферы культуры. То трехуровневое художественное образование в России до сих пор остается в приоритете. И это очень важно, потому что взаимодействие школа, училища, вуз культуры и искусства, наверное, это одно из самых замечательных достижений в сфере российского образования в целом. Интерес к такому формату работы, численности, географии участников растут год от года, отмечают организаторы. В Екатеринбурге будет большой форум, связанный как раз с обменом опытом методических служб регионального уровня. Я думаю, что нам тоже будет что рассказать. И вот эта конференция, она как раз предвестник последующих таких крупных событий. Конференцию приурочили сразу к двум знаменательным датам. 45-летию со дня основания Самарской областной методической службы в сфере художественного образования, а также к 15-летию агентства социокультурных технологий. Мэри Елчан, Василий Калдашов, События.